Здравствуйте, я Ладыгина Анна. Я мама двоих детей, Леонида и Виктории. Я планирую открыть свою телье по пошиву, одежда для животных. Здравствуйте, меня зовут Григорьева Олеся Викторовна. Я мама шестерых лет. Вместе с дочками мы шьем замечательные наряды. Мы открываем дом русской одежды, любо-дорого. Меня зовут Марина. Это мой младший сын Кирилл. Я открыла свой бизнес, студию танца и фитнеса для женщин и детей. Марина Брагина. Мама-предприниматель, экономист. В 35 лет рискнула и кардинально изменила жизнь. Оставила работу в банке ради школы танцев. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это – быть мамой в деле. Кто меня знал до и после, как говорится, конкретно различает то, что было и что стало. Как будто раз, так дверь открыла и перешла в другой мир. Борщ в холодильнике. Я буду после 9. Сейчас я чувствую, что я живу нормальной, красивой, интересной, полной жизнью. Все, что было раньше, это было как-то… Я не жила, а существовала, какое-то техническое действие выполняла. Я в банк пришла, за 7 лет рядового специалиста поднялась до руководителя управления. Я получала за это стабильную зарплату, но при этом я уничтожала свое здоровье. Раньше она поздно приходила. Утром где-то в часов 9 уходила. Очень уставшая была. Хочется с мамой, допустим, фильм посмотреть какой-то, но у нее чисто сил не было на это. Был такой момент, когда меня на скорой увезли с гипертоническим кризисом. Я поняла, что уже нельзя так дальше жить. Я потом еду за рулем, тороплюсь на работу, пробка, пешок таблеток лежит в сумке. И я посмотрела на себя так в зеркало заднего вида. Я понимаю, что что-то это вообще не так. И вот у меня просто какой-то тумблер щелкнул. Я пошла сначала, начала заниматься своим здоровьем. Когда я пришла на йогу, я не могла руками до пола достать, а женщины за 50 рядом со мной складывались пополам. Я испытала комплекс неполноценности. Почему они могут, а я не могу. Для меня это был хороший мотивационный такой момент. Года два я занималась различными спортивными направлениями. Это была йога, растяжка, пилонг, случайно к которому пришла, и случайно на котором и осталась. Она вообще махом изменилась, столько энергии поперла из нее. Чаще улыбаться стала, меняться темп жизни стала у нее. В любом возрасте все возможно. Звонят девочки, вот мне 25 лет, наверное, я уже старая для танцев. И когда я говорю, я в 35 лет начала танцевать, а еще у меня двое детей, там старшим 20 лет, там с лишним, для них это вызывает шок. Я смогла, смогут другие. По целевой аудитории, вот прям то, что нужно знать. Первое, это факт, какие потребности они есть у них. Причем здесь не важно, они связаны с вашим продуктом или не связаны. Просто какие есть потребности у того, кого вы выбрали. Это раз. Второе, вы должны знать, а как они получают информацию. Еще параметры, которые вам нужно знать. Вам нужно знать, а есть ли у этой целевой аудитории деньги. А с какой частотой они покупают те или иные продукты и услуги. Вы можете строить прогнозы по продажам, по объему денег и со всеми вытекающими. Но опять же, я не углубляю, знаете, там есть история, что два высших образования, там, женат, вот это вот все. Это излишнее. Началось с шутки. Все, брошу, иду на шест. Ну, слабо это пошло или что? Говорит, что, ну, слушай, у меня тут идея появилась. Типа, ну, хочу от свое дело открыть. Студию буду открывать. В смысле студию. Он говорит, танцев. Пытался представить это хоть как-то. Коллектив очень так развился на две половины. Часть сказали, ты молодец, Марина, мы в тебя верим, у тебя все получится. А некоторые просто крутили у виска и говорили, да какой ты танцор. Партнером моим, с которым открывали студию, за два месяца создали этот проект. Ровно за два месяца. От «Давай» до открытия дверей студии. Самое первое место, это я помню, это на Марксе было, на правом берегу. Мы туда пилоны вот эти ставили, зеркала таскали. Конечно, много всего было сделано. Я человек очень требовательный, не люблю дилетантство. Прошла там несколько мастер-классов, но я задалась сразу целью. Нам нужно обучение. Мы прошли авторскую методику СИПКУФ, получили сертификат фитнес-тренеров. Приходилось много читать. Это уже потом я начал удивляться, что она сама еще и тренировки там ведет все. Билон, сами понимаете, шаблон огромный существует. Очень многие люди до сих пор думают, что стриптиз, что это неприлично. Марина это разрывает вообще клочья, делает из этого красоту. Мы, наверное, были законодательством, основоположниками хайпа в Омске. Громкие заголовки. Руководитель банка ушла на шест. Пиар-менеджер, который бросили офис и ушли в никуда. Именно в возрасте. За 30 с лишним лет. На данный момент у меня активно действующий центр воздушной акробатики, где женщины реализуют себя, свое свободное время, занимаются своим здоровьем и своим внутренним миром. Два офиса действующих. Через полгода, когда мы поняли, что все идет в принципе классно, мы решили вырученные деньги реинвестировать во второй офис, потому что уже наработанная технология была. Страхи ушли, мы начали верить в себя. Тогда я ее, наверное, счастливо увидел по-настоящему. Нужно немножко, чтобы бизнес работал сам. Сейчас он может работать сам. С каждым шагом, с каждым годом мне становится как-то все легче это отпускать. Я за последние пять лет в прошлом году первый раз съездила в отпуск. Я такой человек контроля, и иногда боюсь отпустить контроль. Ну вот сейчас я устраиваю таким образом, чтобы, да, были какие-то репортные точки, я могла контролировать, а, соответственно, у меня есть команда, которая это все выполняет. Я вижу, что она живет своим бизнесом. Для нас время ценно. Мы ценим это, стараемся как-то вместе провести время. Дома она почаще стала находиться. Она обычно приезжает пообедать, допустим. На меня, когда часто бывает, смотрят и думают, да, что мы там танцуют, летают там, где-то там ходят на пресс-конференции, там в телевизоре мелькает. Не жизнь, а сказка. Нет, на самом деле, это каторжный труд. Иногда бывает, опускаются руки, иногда бывает там, что, господи, где бы взять клиентов, заплатить зарплату и аренду. Бывает сложно, особенно в летние периоды. И очень мало становится народу, бывает сложно прям клиентуру привлечь. Периодически перегорает интерес у некоторых девушек. Их надо снова зажигать. Она это умеет. Она умеет замотивировать, она умеет увидеть талант. На профессиональных моделях это нужно отснять для портфолио, потому что это должна быть красивая картинка. Не пожалеть затрат, ложиться в хорошую фотосессию. Я сейчас вместе говорю, я тренер по телу и по мозгу. Случайно мне на глаза попалось объявление про школу социального предпринимательства. Начала обучение. Это как раз только начать пик бизнес-тренингов. И я поняла, что мне это интересно. Могучилась на тренера и уже начала вести. Когда она этим увлеклась, у меня уже представление рваться начало. Когда ты как-то успеваешь вообще это все сделать? Начинающим предпринимателям более интересен личный опыт и личный кейс, чем какая-то сухая теория. Бывают предприниматели, не видят даже, когда у них будет точка безубыточности. Пытаются, как я говорю, на коленочке все просчитать. Ну, я вот тут прикинула, так и так, и все нормально у меня будет. А когда начинаешь детально разбирать, укладывать это все в классические экономические формулы, то начинают задумываться и действовать уже немножко в другом ключе. Я считаю, нам фортануло. И причем мы опять же открылись наперекор всем классическим канонам бизнеса. И мы открылись в Новый год. Прямо в Новый год, когда вот этот мертвый сезон для фитнес-индустрии преодолевали собственный страх. Насколько долго мы сможем это удерживать? Мы без зарплаты месяцев 9, наверное, работали. Только вот за счет того, что затраты окупали. Культовые детективы. Любимые сериалы. Как дела? Мировое кино. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работает. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Добрый день, дорогие друзья. Заглянем на нашу тренировочку к нашим девочкам. На старте это вложение порядка 200 тысяч. Это были только личные средства. Я потом с опытом поняла, что вложиться ничего не стоит, взять деньги. Самое тяжелое – это развивать, поддерживать, чтобы по нарастающей шло. Вдвоем однозначно нам было проще. У нас была очень хорошая синергия опыта. У нее пиар-опыт, у меня экономический, аналитический опыт. Я составила бизнес-план, у нее были идеи по продвижению. Приходилось много работать, много переписок. До полночи ты сидел, писал, ручками приглашал, приходите. У моего партнера в прошлом году настал переломный момент, что перегорело, охладело, увлеклась другой сферой. Приняла взвешенное решение, что она хочет уже развиваться в другом направлении. И, соответственно, студия была закрыта. И осталась только моя левобережная студия. Но даже не было страха никакого. То есть бренд уже стоял крепко на ногах, скажем так, уже имя устоявшееся. Полдэнс – это где-то уже 50%. Сейчас мы его добавили в направление – это воздушная акробатика на полотнах. И там уже у нас подростковая аудитория. Девчонки, которые когда-то смотрели на цирк Бессалей, было интересно. А теперь они сами могут выполнять такие вещи. Это что-то новинка, это что-то было воздушное, летящее, красивое, что привлекало взгляд. Я считаю, что это очень хорошая альтернатива спортивной и художественной гимнастике. Их тысяча. Пробиться одной очень сложно. И детей здесь видно. Иногда выгнать с тренировки невозможно. Наши детки выходили уже несколько раз на соревнования. Занимали призовые места по воздушной акробатике, в которой мы серьезно готовимся. Сделали выезд в Тюмень на соревнования, где просто собрали призовые места в категориях профит. Сейчас родители очень просят, давайте съездим в другой город. У нас сейчас в планах стоит это уже выезды. Мы сейчас в последнее время сделали акцент на детское направление. Я на бригадан схожу. Мама мне предложила, я согласился, мне как бы заинтересовало. Уже освоили хорошо базу. Научились делать заходы вниз, допустим, крутиться на спине. На голове стоять умеем, на руках учимся стоять. Всякие движения новые уже учим. Ему классно, что он приходит там перед друзьями, ты моя мама пришла. Да, здорово как бы и больше общаемся, больше мы видим друг друга. Сейчас у меня такой график позволяет подстраиваться, делать свои личные дела и больше общаться с семьей. С нами еще при этом в кино постоянно успевает сходить и куда-то съездить, отдохнуть. Ну, в общем, просто батарейка такая носится по всему городу. Я такой человек, я не умею сидеть ровно, как говорится, на диване, смотреть телевизор, это не для меня. Но именно я почувствовала вкус вот этого движения, ощущения. И каждый раз сейчас приходят какие-то более интересные новые проекты. И я понимаю, что когда ты в струе, когда ты двигаешься, ты живешь. Очень крутой анализ целевой аудитории, он очень очевидный. Это смежные целевые. А с кем они находятся рядом? На кого они и как взаимодействуют? Есть стержневая в проекте целевая аудитория. Тот, кто нам приносит точку безубыточности условно. Ну, если он еще и прибыль приносит, вообще идеально. А все остальные, это так называемые, ну, я их называю прилипалы. Это, знаете, как у акул есть рыба прилипала. Вот все то же самое. Мамочки, с кем они связаны? Они связаны со своими мужьями, со своими семьями, в плане там мамы, папы, тещи и так далее, и тому подобное. Они связаны со своими детьми. Они, дети, соответственно, разные возрастов. Просто мы друг на друга всегда влияем. Смотрите, по отпуску родителей, если в семье есть ребенок 16+, обычно решают не совсем родители. А, скорее всего, за них очень близко решает этот самый ребенок. По одной простой причине. Он находится внутри сети, он находится внутри трендов и плюс-минус понимает эту историю. Я беру диапазоны, и это очень хорошо. Но критические точки. Нижняя критическая точка, условно, самый младший там человек, который там подвержен моей целевой аудитории. И верхний. Это условно, если по возрасту брать. Может быть и другие диаметральные противоположности. То есть не только возраст. То есть там социальное положение, чек, оставляемый там в кафе. Да все что угодно это может быть. Просто на описании этих границ я вижу плюс-минус, а как вот эта акула внутри из чего состоит. То есть я ее вижу от кончика носа до кончика хвоста и понимаю, как это будет. Я понимаю, а плюс-минус о чем они думают, на что они обращают внимание. Это очень большой объем информации. Вообще у меня желание больше уйти в общественную деятельность. То есть я сейчас уже нахожусь в очень активном потоке общественной деятельности и создаю какие-то, участвую в проектах, придумываю какие-то идеи для города. И мне это интересно, опять же, и хочется развиваться в этом направлении. Ну мой любимый день омича, четвертый год, мы будем сейчас уже готовим активно. Часто бывало такие, что люди думают, что за праздник, чем он, как он, ну здесь день города, в чем еще нужно. День города – это то, что город делает для омичей. А здесь это омичи сами создают праздник для себя и показывают, что у нас есть в Омске нового, интересного, красивого, уникального. Там прикольно было. Вот у нас же все есть, у нас не хуже, чем где-то. Мне очень неприятно слушать, читать за Омск репутацию города. Просто уронили, и часто, как их называют, диванные критики, святые пишут, «Да что вы, там в Омске ничего интересного не происходит? Так встаньте и сделайте что-нибудь интересное, предложите что-то свое». Никто ничего не доплачет. Это общественный проект. Конечно, я делаю это, потому что я свой бренд продвигаю таким образом. Я считаю, что благодаря таким праздникам узнаваемость моего бренда стала очень высока. Да, иногда сложно найти время, и приходится иногда где-то чем-то жертвовать. Иногда там, да, семья может обидеться. Но я это понимаю, как бы, и поэтому стараюсь периодически как-то компенсировать. Очень вкусно готовят. Вот, правда, попросил мучного не готовить. Безусловно, удержаться невозможно. Дети уже выросли, и мне гораздо легче. Они могут сами куда-то съездить, заняться своими делами. Это мне большая помощь. Даже иногда бывает, что у меня времени не хватает, генеральную уборку дома провести. Поэтому я там прошу, ну, пойди там. Готовить я умею, как бы. Котлеты могу сделать, допустим, микророны могу сделать. Меня мама пирог научила делать. Я обычно. Они видят, что мама работает, маме нужно помочь. Я с малолетских включала к самостоятельности. Я не тряслась над ними. Понимаю, что если я их не научу самостоятельности, то они будут напивать большие шишки в этом. Два дня в неделю мама приходит поздно вечером. И тут у нее такие тренировки. По телефону уроки порешали. Сейчас она сама, по сути, строит всю свою жизнь, вообще целиком полностью, каждый свой шаг. Я думаю, поэтому спокойнее стал. И лучше стал, как я заметил. Я нашла свою судьбу, я вышла на свою линию жизни нужную. Телеканал «Продвижение» в крупнейших сервисах онлайн-ТВ. Любимые программы можно смотреть на компьютере, планшете или в телефоне. В смарт-телевизоре или ТВ-приставке. Телеканал «Продвижение». Позитивно настроен. Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в конус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Взренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Кто-то плавится сахар в бабах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работает. Новые выпуски. Каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты. Беседы с экспертами в студии. А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Не стандартно и легко, а психологии». Новые выпуски. Каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Пять лет назад все равно приходилось доказывать, что это спорт, это нормально, что это красиво. Набивали шишки на ровном месте. Мы не знали, как это делать, не знали, у кого спросить. Платили за рекламу, она неэффективна. С персоналом проблемки были. Мы тренера пиарили, он потом собирался, открывал свою студию. Собирая, естественно, клиентуру, для нас это были сначала такие депрессивные состояния, потери-потери. Самое жуткое, когда это было, можно сказать, предательство близкого человека. Был такой момент. Пользовались нашим положением, тем, что мы создали в личных целях. И это было обидно, что ты человеку доверял полностью. Мы приняли это, распрощались с человеком. У нас же еще специфика, что все вгубки таких кадров не выращиваются. Соответственно, когда мы видели перспективную ученицу, которая может что-то делать, рвется у нее, во-первых, как бы интереснее, интерес есть собственные. Соответственно, начинаешь с ней больше работать, как-то подходить, мотивировать. Многие студии как себе набирают тренеров. Во, вот этот классный, там у него реклама, у него там связки, у него мастер-классы. Крутой чувак, возьму его к себе, приглашаю. А Марина выращивает всех сама. Мы задали с целью, что наши тренеры должны быть сертифицированы. И сейчас, когда у меня появляются новые тренеры, сразу ставлю первую задачу – сертификация. Мы сейчас с тренерами занялись тем, что создаем свою собственную методику по полдэнс. Любая женщина, девушка, ребенок, подросток, кто пришел, получает в руки методическое пособие, где подробно расписаны все уроки, базовые все элементы. И уже человек видит вход-выход, что он, например, за два месяца, он пройдет. Просто делаю перекат. Раз. Ножки поставила, ручку поставила, плечо я вывела, подставила локоть. Кому сложно, поднимите одну ножку. Все. Я делаю мак. Ловлю. И выношу левую вперед. Кручусь круг. Когда мы начинали, мы думали, вот молодые девчонки же будут ходить, студентки к нам, все. Потом начали больше подтягиваться такие женщины среднего возраста, 28, 30, 40 лет. Понимаю, что подобное притягивается к подобному. Так как я прошла через это, я знаю проблемы этой целевой аудитории. Знаю, как через это пройти, с какими блоками, установками они сталкиваются. Вот эти вот моменты, они дали поворот к тому, что наша целевая аудитория кардинально сменилась. Через год у нас уже практически, ну, студенток это было процентов 10-15. А в основном это были женщины, у которых есть дети, которые имеют какую-то работу стабильную. Были периодически такие девушки, которые приходили после глобального кризиса в своей личной жизни, после развода, которым нужно было какие-то эмоции, чтобы как-то восстановиться. И было здорово за этим наблюдать, за трансформацией. Чтобы научить человека танцевать, чтобы в танце он раскрылся, нужно ему вот здесь вот все немножечко переключить. Множество людей спасибо постоянно и говорят. Приходят закрепощенные с самооценкой проблемы. Когда что-то получается, человек становится более открытый и в жизни радость, так скажем. Мне нравится получать вот эти эмоции людей. Счастье это в глазах какое-то видишь. Поэтому это здорово. Я всегда делаю так в своих проектах. Если я понимаю, что вот у меня есть условный портрет условной целевой аудитории. Я смотрю, кто под этот портрет подойдет из трех категорий людей. Лидеры мнений. Это важно. Ну, так скажем, люди, которых я вообще не знаю и не имею к ним, но потенциально знаю, где они находятся. Это про каналы, да, очень близко к каналам. И третье – это люди, не связанные с этой целевой аудиторией напрямую, но косвенно с ней взаимодействующие. Я знаю, что мне вот нужно пообщаться с этими людьми. Я ищу возможности и общаюсь на условно отличенные темы, которые мне сигнализируют. Тем самым я проверяю, а есть ли у них такая потребность. И вторая информация – я получаю, а какой минимальный набор фич, да, или там возможностей, да, что нужно в продукте должен быть или в услуге. Ваша целевая аудитория знает о вашем продукте, ну, не больше, но она знает, что он должен делать. Мы можем придумать что-то одно, а люди по факту этим будут пользоваться совершенно иначе. Кто бы мог подумать, что iPad можно использовать как доску для разделывания, там, овощей. Никто бы не мог об этом подумать изначально, а люди начали это делать. И сначала это было по приколу, а потом, ну, по факту, это очень близко. Если у тебя нет под рукой, и тебе это очень надо, пожалуйста, это сможет сделать. И эта функция очень очевидна. Я веду свои собственные тренировки. Сейчас, конечно, объем поменьше, больше ухожу в персональные тренировки. Ну, растяжка моя, все, говорю, никогда никому не отдам свою растяжку. Если я сейчас резко заброшу тренировки, мое тело не скажет мне спасибо. Фору даст вообще любой сверстнице, я так скажу. У нас часто было такое, что мы вместе в театр ходим, приходим, и нас так смотрят, и неоднократно считают, что это парень с девушкой. Большое направление у меня сейчас самое мое любимое – это стрейчинг, растяжка. Это телесно-ориентированные практики, которые как раз в комплексе позволяют работать и с телом, и с внутренним миром женщины. Большой сдвиг дал мне то, что я начала заниматься собой и своим телом. Проблемы все сначала идут на психику, потом выходят через тело, если с этим человек не работает. Соответственно, если идем отобратно, начинаем работать через тело, то, соответственно, все внутренние блоки и зажимы, они начинают так же переворачиваться. Когда я читаю, где-то вижу в какой-нибудь студии растяжки, посажу на шпагат за месяц, ну, я так улыбаюсь и писала даже как-то такую статью анти-шпагат. Я говорю, я не посажу вас на шпагат за месяц. И начинаю обосновывать, почему, что физиологически иногда это просто невозможно. Нужно чувствовать и понимать, и понимать физиологию. А когда некоторые там тренеры их научили, что когда тянешь, и должно быть больно, это хорошо, на самом деле это очень плохо. Поэтому идем другим путем. И раньше я как бы там боролась против течения, грибла, иногда там, где не нужно было делать. И сейчас я просто, ты отдаешься потоку, и тебя выносят туда, куда нужно. То есть ты не просто бездушно плывешь как-то безвольно, а ты просто наслаждаешься этой жизнью. И какие у тебя мысли в голове, те идеи, те люди нужные, они притягиваются к тебе сами. Иногда бывает, как я смеюсь, ну, все, запрос во Вселенную отправлен в космос, сейчас что-то будет. Если бы, ну, 10 лет назад я бы узнала, что есть такие интересные направления, есть такая жизнь, я бы бросила все, не раздумывая, начала бы этим заниматься. Я бы начала бы все это раньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!